В Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» четвертая команда единой лиги «Зенит» принимала 11-ю минский клуб «ЦНОКИ». Хозяева начинают с уверенного розыгрыша в позиционном нападении. Сергей Карасев находит передачи Антона Пушкова, а тот буквально заталкивает мяч в кольцо соперника. Split the screen или разрезать пик-н-ролл поровну – это когда защитник проскакивает между трех остальных участников двойки и забивает в проходе сам, как Александр Кудрявцев. А вот и более классический розыгрыш пик-н-ролла в исполнении «Зенитовцев» Райана Тулсона и Тревора Мбахве. У последнего сегодня 5 из 6 с игры и 11 очков со скамейки запасных. Мастер-класс по розыгрышу высокой двойки продолжает американский защитник минчан Джастин Грей. Он не отдал, он не прошел, он просто остановился на носовом платке и забил трешку. А почему один из лидеров «ЦМОКИ» американец Дрю Джой сегодня больше мазал, чем забивал? Например, потому что у «Зенитов» краски хозяйничал Евгений Валиев. Сделавший сегодня 5 подборов и один ну очень смачный блок-шот. Накрыть бросок Александра Кудрявцева гораздо сложнее. Он бросает с дистанции, а главное в высоком прыжке. Лидер «ЦМОКИ» в этом матче набрал 16 очков. Правше в проходе в левую сторону нужно забивать левой. Об этом важном правиле баскетбола нам напоминает Райан Тулсон. Лидер нападения «Зенита» Сергей Карасев, набравший 20 очков, сегодня также чаще забивал из краски. И тоже не всегда своей сильной левой рукой. Спору с Валиевым за самый красивый блок-шот вечера подключается Тревор Мбакве. В концовке гостям тоже удалось совершить небольшой баскетбольный шедевр после того, как «Алиуп» завершил центровой Александр Семенюк. Но дополнительных баллов за такие данки в баскетболе не дают. «Зенит» обыгрывает «СМОКИ» 84-56 и укрепляет свое положение в первой восьмерке единой лиги.